Главное за день. Стрельба из ревности, снятие ограничений, анамнез, я дура. Вы будете здоровы, мы будем здоровы. Здорово. Выписывайтесь скорее, выздоравливайте. Министр в красной зоне. Евгения Лудупова проверила условия содержания больных в ковидном стационаре. Заказывают пиццу, просят пополнить обаланс мобильного телефона. Пицца спасает жизни. В службе 112 рассказали о ложных звонках. Будем грузить завод так, чтобы было всем интересно, красиво работать. Улан-Удэнский авиазавод загрузят новыми контрактами. Первый раз, первый раз в Бурятии. И очень большие надежды возлагаю, потому что мне кажется, это очень интересно. Мама Тимати в Бурятии. Как встречали пассажиров первого зимнего чартера. Самые актуальные события республики в ближайшие 20 минут. Это новости на АТВ. Я Анастасия Левина. Здравствуйте. Как всегда, начнем с главного за день. Пара из Жидинского района отметила День всех влюбленных стрельбой. Сегодня ночью в Петропавловскую ЦРБ поступили два подростка с огнестрельными ранами ног. Полицейские задержали 29-летнего отчима пострадавших детей. В последнее время мужчина часто ревновал свою сожительницу. 13 февраля он не застал ее дома. Схватил охотничье ружье и отправился на поиски. Дети последовали за ним, чтобы защитить мать. Она оказалась дома у своей сестры. Пьяный ревнивец принял старшего сына за любовника сожительницы и выстрелил ему в ноги. Младший бросился на защиту матери и тоже получил заряд. Раненых детей отправили в Лануде санавиации. С момента поступления детей ситуация находится на контроле. Специалистами Жидинской Центральной районной больницы проведены все необходимые мероприятия по оккупированию геморрагического шока. Проводятся противошоковые мероприятия. И по нашему четкому приказу идет взаимодействие Центра медицины «Катастроф» и Детско-Республиканской больницы. Сейчас дети находятся в Республиканской больнице. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Заведено уголовное дело. Ведется следствие. С сегодняшнего дня в Бурятии снят ряд антиковидных ограничений. Возобновляется работа детских развлекательных центров, игровых зон, спортзалов и компьютерных клубов с 50-процентной загрузкой. Школы, СУЗы и ВУЗы выходят с дистанта. Органы государственной власти, органы местного самоуправления возобновляют свою деятельность в полном объеме, в том числе по оказанию государственных муниципальных услуг и по личному приему граждан. До 21 февраля остается ограничение на проведение банкетов, свадеб и других развлекательных мероприятий. Общепит по-прежнему будет работать до 23 часов. Ночные клубы также не будут работать еще неделю. В Улан-Удэ в ДТП пострадал подросток. Вечером 12 января ребенок переходил дорогу по улице Комсомольская в районе шахматного клуба. Его сбил водитель Тойоты РАВ-4. По словам матери пострадавшего, сейчас мальчик вышел из комы и находится под наблюдением в ДРКБ. Паблик Крим Бурятия опубликовал фото медицинского заключения врача 2-й городской поликлиники. После слов «не вакцинирована» врач дописал «я дура». Очевидно, что эта запись не имеет отношения к анамнезу и не является медзаключением. Медицина Бурятия жгет. Не думаю, что она специально это написала. Может, задумалась в тот момент. Врачей и так очень мало в это время. А здесь еще по таким пустякам их выставлять, еще и публично травить. Все по факту. Бегают от прививок, потом неделями сидят на больничных и жалуются на медиков. Минздрав Бурятии также оставил свой комментарий в паблике. Министерство здравоохранения Бурятии сообщает, в данный случай принят работу. Просим воздержаться от голословных обвинений, пока не будут рассмотрены показания обеих сторон. Фонд «Собака. Счастье» бьет тревогу. Только за сутки зооволонтеры спасли 20 щенков. Собак выбрасывают в пакетах и коробках. Так, в Заиграево, в подъезд подбросили трех щенков. А на Богородском острове в Улан-Удэ в кустах нашли сразу 13 малышей. Жители Улан-Удэ сами собирают яму, потому что бесконечное количество щенков с сумками, коробками, пакетами выносится к магазинам на автобусные остановки. Взрослые собаки выпускаются на самовыгул, привязываются за поводок возле остановки и хозяин уходит. И при этом люди страдают от количества бездомных животных на улицах и думают, что эта проблема как-то сама собой решится. Она не решится сама собой. Зоозащитники могли бы участвовать в решении этой проблемы, если не были бы с ног до головы завалены щенками, которых горожане выбросили на улицу. Фонд не справляется с ситуацией и просит помощи у горожан в передержке щенков. Накануне министр здравоохранения Евгения Лудупова побывала в красной зоне на базе госпиталя ветеранов «Воин» в Улан-Удэ. В стационарах в Бурятии лежат почти 2000 человек с COVID-19. 145 из них находятся в отделениях реанимации. В каких условиях лечат людей? Евгения Лудупова проверила это лично. И чисто, и врачи все устраивают нас. Мы довольны, выздоравливаем. Спасибо большое, что министр здравоохранения нас беспокоится. Это приятно даже. Вы будете здоровы, и мы будем здоровы. Здорово. Выписывайтесь скорее, выздоравливайте. Сейчас дефицита мест в больницах нет. Пандемия постепенно отступает. Занятость коечного фонда для больных коронавирусом составляет 82,5%. Если вы обнаружили у себя симптомы COVID-19, звоните в диспетчерскую службу 112 или на горячую линию 122. С прошлого года в Бурятии на постоянной основе действует система 112. Дозвониться до службы спасения можно даже без сим-карты и при заблокированном телефоне. Служба 112, с вашего телефона поступил вызов. Вам требуется помощь? В 2021 году диспетчеры приняли более 470 тысяч звонков. Но не всем гражданам требовалась экстренная помощь. Ложные вызова – это заказывают пиццу, просят пополнить обаланс мобильного телефона. Таких вызовов очень много. И я уже сказал, что это звонки из магазинов, где граждане проверяют работоспособность телефона. В службе спасения просят сообщать, если звонок совершен ошибочно. Ведь потраченные в пустую секунды могут стоить кому-то жизни. Недавно обратился гражданин, у которого случился приступ. Говорить он не мог. Набрал номер 112 и он мог издавать только звуки. Издавал только звуки. Диспетчер 112 принеслил, нужна ли ему медицинская помощь, на что он начал реагировать активно. Диспетчер перечислил все улицы, которые попадают в радиус действия телефона. Когда правильно назвал улицу, заявитель активно снова начал реагировать. Это говорило о том, что диспетчер назвал верную улицу. И таким же образом были определены дом, квартира заявителя. Информация была направлена в скорую помощь. Скорая помощь прибыла на место и обнаружила гражданина, у которого случился приступ. Ему необходима была медицинская помощь. Диспетчеры службы 112 – универсалы. Есть здесь и психологи, и полиглоты. Звонки могут приниматься на бурятском, английском, китайском, монгольском, испанском, итальянском и французском языках. К другим новостям. На Алан-Уденском авиационном заводе с деловым визитом побывал новый гендиректор вертолетов России. Экс-губернатор Амурской области Николай Колесов возглавил холдинг в конце прошлого года. Накануне вместе с главой Бурятии он осмотрел производственные линейки офшорного Ми-171АЗ и вертолета легкого класса К-226Т. Помимо производственных моментов, с новым руководством обсудили кадровый вопрос. С 2020 года завод участвует в федеральной программе повышения мобильности трудовых ресурсов. На предприятие привлекли специалистов со всей страны. Все это необходимо для запуска новых производств. Наша задача – находить заказчиков, продавать и помогать заводу решать те задачи, которые нужны государству, Министерству обороны. При этом сегодня мы приехали, дополнительный контракт привезли, 17 машин. Не то, что думали, в первом квартале, в марте, но еще 47 машин привезем в контракт. Поэтому будем грузить завод так, чтобы было всем интересно, красиво работать. А наша задача – помогать. Глава холдинга также провел совещание по выполнению плана. Заводу поставили задачу – увеличить объем производства на 30-40%. Николай Александрович согласовал еще дополнительную инвестиционную программу по строительству летно-испытательной станции. В общем, у нашего завода хорошие перспективы, амбициозные задачи. И это для наших жителей, для наших специалистов, дополнительные рабочие места, дополнительный доход. Напомним, Улан-Уденский авиазавод – один из ведущих в российском оборонно-промышленном комплексе. Его машина успешно эксплуатируется более чем в 40 странах мира, во всех климатических зонах и самых разных погодных условиях. А еще это крупнейший налогоплательщик Бурятии. Так что новость об увеличении объемов производства хорошая не только для сотрудников завода, но и для всех жителей республики. В Бурятию прибыл первый зимний чартер. Среди пассажиров оказалась Симона Юнусова, известная инстаграм-блогер и мама шоумена Тимати. Увидеть Байкал своими глазами было одной из ее главных целей в этом году. Как прошла встреча первых зимних туристов и чем их будут удивлять в Бурятии, расскажет Дарья Белева. С утра в аэропорту Байкал ажиотаж. С минуты на минуту в Бурятию прилетит первый зимний чартерный рейс. В этом году новинкой будет у нас СПА сибирская. Это баня на Байкале и окунание в Байкал. Туры, маршруты на судне на воздушной подушке и катание на собачьих упряжках. Восемь дней и семь ночей в Бурятии. Стоимость тура на двоих – это 76 тысяч рублей, а на одного – 35 тысяч в среднем. Восемь дней тура гости из столицы и еще 40 городов России поближе познакомятся с Улан-Удэ местными обычаями и культурой семейских. Но все-таки главное, что мечтает увидеть каждый турист – это жемчужину Бурятии. А что больше всего хотели бы увидеть? Байкал. Да. Байкал. Да. На Байкале. Среди первых пассажиров оказалась и Симона Юнусова, мама известного рэп-осполнителя Тимати. Вы увидите яркое солнце. Мне очень приятно встретить вас и ваших друзей. Добро пожаловать. Спасибо большое. Мне уже стало теплее сразу. Обычно свои предпочтения в плане отдыха Симона отдавала теплым странам. Но в этом году поставила себе цель – посетить Бурятию и Байкал. Это очень интересно, конечно. Первый раз в Бурятии? Первый раз. Первый раз в Бурятии. И очень большие надежды возлагаю, потому что мне кажется, что это очень интересно. Мы почитали, конечно, до того, как приехали. Но, в принципе, знаем мало, поэтому я считаю, что очень направление нужное, чтобы люди об этом знали. Будем освещать все, что будем видеть. Теплую встречу на холодной земле туристам организуют до конца марта. За это время туроператор планирует привезти в республику около тысячи туристов. Желаем вам, дорогие наши гости, замечательного отдыха и прекрасного настроения. Дарья Белева, Жаргал Рдыниев, телекомпания АТВ Сейчас небольшая реклама. Не переключайтесь во второй части выпуска. Вы увидите. Играв два этапа, играем только одной рукой. Первый раз притягиваем определенное количество, второй раз уже красиво берем. Сагалган в Ацагате. Как отмечали Белый месяц наши предки. Хочу отчизне поклоняться 18 лет жизни ради одного концерта. В оперном исполнят лучшие песни Бурятии Акапелла. Сейчас есть ТикТок, тренды какие-то. Покупаешь там 100 рублей, 200 рублей, все по цветам. Понимаю? День влюбленных или психически больных. 14 февраля в Улан-Удэ. Все подарки в абсолюте. Гели для душа Old Spice со скидкой 42% всего за 199,79. Каждые 5 секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. Сагалган – хороший повод узнать традиции и культуру бурятского народа. Научиться играть в шага на адан, покататься на конной упряжке и узнать, как правильно обустроить юрту – все это можно сделать недалеко от Улан-Удэ. В этнокомплексе «Степной кочевник». Юлия Туманова отправилась в Подсагадскую долину, чтобы лучше узнать, как встречали Белый месяц наши предки. Дорогие, всем колосьям живущим в земле, всем живущим на этой прекрасной земле, счастья, мира и здоровья. Именно с таких слов началось наше знакомство с этнокомплексом. Гостям вручают ходаки, а затем проводят обряд очищения огнем. Туристический комплекс включает в себя живой уголок с верблюдами и лошадью, краеведческую юрту-музей, галерею Александра Химушина с фотопроектом «Мир в лицах», а также юрточный городок. В одной из них можно познакомиться со старомонгольской письменностью. Это старомонгольская письменность. Здесь написано «Итигыл» на порядке. Дальше читаю, сама читаю. А здесь у меня еще на старомонгольском «Алтангрыл». Это «Номэханг». «Алтангарел» – это священная книга. Во время Сагалгана она находится на алтаре. В юрте любой желающий может примерить как монгольский, так и бурятский костюм и прикоснуться к предметам быта. Здесь же можно научиться играть в бурятскую народную игру «Шагэнэдэн». Используются кости мелкого рогатого скота – барана, козы или косули. Первая игра – щелканье. Кости раскидываются в свободном направлении. Участнику нужно, щелкнув одной костью, сбить другую. При этом не задеть остальные. Попробуйте. А, я задела. Вторая игра называется «Шагэ шоуругэ». Она состоит из двух этапов. Первый раз притягиваем определенное количество, второй раз уже красиво берем. Подкидывать цепь и успевать забирать кости не так уж легко. Для любителей более активного отдыха есть возможность прокатиться на конной упряжке. Имейте в виду, что конь бывает очень резвый. Поэтому советую вам держаться покрепче. Получить заряд позитива и культурно обогатиться можно, съездив в Ацагатскую долину. Сагалган – прекрасное время не только встретиться с родными, но и глубже узнать культуру наших предков. Юлия Туманова, Булат Зандаков, телекомпания АТВ. Наш следующий материал о событии, которые нельзя пропустить. Заслуженный деятель искусств Бурятии Валерий Волчинецкий готовился к нему целых 18 лет. Из множества очень хорошего отбирал действительно лучшее. Раскладывал на партии, искал подходящие голоса. Итог этой титанической работы «25 лучших песен бурятских композиторов» можно будет услышать на сцене оперного 17 февраля. Уникальность этого концерта не только в том, что именно будет исполнено, но и в том, как это будет сделано. Все произведения прозвучат акапелло, то есть без оркестра. Главные инструменты – голоса солистов и хора. Пришла Белегма Ренчинова, Ольга Жигмитова, которые исполняли и Нокта Домиранова, и Молитва Усавича. Эдик пришел Жакбаев на Хубанэйдун. Я понял, что это соединение солиста с его сольными представлениями о темпах, о характере произведения, о каких-то изменениях в смысле темпа, фирматы. У них сложившееся представление об этой песне. А я им начинаю как бы, ну не навязывать, а предлагать новую версию, новое слышание вот этой музыки. Мы говорим о бурятских мелодиях, но бурятские мелодии – это не те, которые бурятские. Тут есть, например, песня Пребылова, казачья, например, песня. Для мужского хора я сделал обработку. Мы ее тоже будем исполнять. Я думаю, что это будет очень яркий номер в концерте. Билеты можно приобрести на сайте или в кассе театра. Возрастное ограничение 6+. Букеты цветов, плюшевые игрушки, коробка Рафаэлла и анонимные записки о любви. Еще со школьных времен все это ассоциируется у меня с Днем Святого Валентина. В этот праздник влюбленные с трепетом подбирают подарки для своих избранников, а одинокие гордо игнорируют происходящее. Наш корреспондент Алтана Мункуева окунулась в этот омут любви, чтобы узнать, чем горожане собираются удивлять свои вторые половинки. Валентинки видят сердечек, признание в любви или предложение руки и сердца. В Италии этот день называют сладким. Люди дарят друг другу конфеты и другие приторные вкусняшки. А вот в Германии это вообще день психически больных. И Святой Валентин считается их покровителем. Да, сегодня поговорим про 14 февраля. Отмечают ли его уланденцы об этом прямо сейчас. Есть кого радовать сегодня? Ну, конечно. Не, у меня не с кем отмечать. Ты что в планах? В планах подарить подарочки, посидеть в ресторане. Была там, разошлись. Давно? Давно уже, но месяца два назад. Какие цветочки? Розы. Извиняю. Розовые розы. Да? В упаковке цветы? Да. А вы почему без цветов? Может быть, вы со мной поговорите? Ну что, с чего? Давайте. Может быть, стоит сегодня помириться? Если остались какие-нибудь чувства. Пытался что-то, в общем, не получается. А какие подарочки ждут девушку твою? Ну, во-первых, Валентиночка. Это точно. И, во-вторых, такие маленькие подарочки по типу всяких шоколадочек, жевачек. Обычно духи. И постоянно угадывали с запахом? Конечно, я у своей жены все знал, какие предпочтения у него были. Так что я всегда угадываю. В наши годы это тоже отмечалось, но не так, как сейчас. Сейчас же более люди раскованные. Я видела, вы нас снимали? Нет. А если сейчас посмотрим кадр предыдущая, то обманываем. Что? У меня одноклассник был хороший мальчик. Он мне очень нравился. Мы сидели за одной партой. Я постоянно его поздравлялась. Каждый год анонимно отправляла Валентинки. А что дарить будешь ей? Подарок. Какой? Вообще тяжко так-то. Это вообще тяжко просто. Ищем жертву. Раз, два, три, четыре, пять. Мы идем тебя искать. Подарок куплю обязательно, да. Что планируете купить? Планирую купить микрофон. Она у меня любит петь. Да, который там с караоке. Сейчас есть тикток. Тренды какие-то. Покупаешь там 100 рублей, 200 рублей. Все по цветам. Понимаешь? Типа за 100 рублей зеленого цвета, за 200 рублей красного цвета. Сегодня 14 февраля. Чувствуешь ли ты себя немного, как это сказать, в приоритете, например, над своим другом? Нет. Не надо денег тратить сегодня. А, да? До 1900 рублей примерно сейчас я купил купальник черного цвета. Ей? Да. За 300 рублей надо было купить помаду красного цвета. Ну и немножечко обидно то, что ему подарят, а тебе нет. Нет, ни чуточки не обидит. Я его подарю. Не занимаюсь собой обманом. Получается, у тебя в целом подарок на какую сумму выходит? 1900, 1800, 1700. Это все прибавлять нужно, все эти суммы. Обалдеть. Это что, где-то на тысяч пять, шесть? Ну, наверное, да. Все-таки это день любви. Это не женский праздник 8 марта, а люди признаются друг другу в любви. Купальник сложно было выбирать? Нет, тут взял сразу. То есть ты брал чисто так. Главное черный и за такую сумму, да? Да, именно вот так. А вдруг не понравится ей? А можно мне попробовать? Пожалуйста. Как давно начала встречаться девушка? Ну, типа полгода, год. Сколько очермы вместе уже с Даяной? Два года. Два года почти, да. Ох, как холодно сегодня, ребята! Да, когда же уже эта зима закончится. Почему он о твоих отношениях знает больше, чем ты? Он гуру отношений вообще тот еще. Каких ваших? Он своих, наших, чужих. А какие у вас планы на вечер? Пишите в комментариях. Самый оригинальный получит сертификат на 5000 рублей от мехового салона Иринель. А еще у вас есть возможность отправиться со своей второй половинкой в путешествие по Средиземному морю, поэтому не упускайте свой шанс. Всем пока-пока! Пропустили эфир или просто хотите быть в курсе событий? Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. С вами была Анастасия Левина. Смотрите новости каждый день в эфире АТВ. До встречи! Покупай в Абсолюте выгодно! Краска для волос Паллет всего за 99,79. Абсолют – гарант низких цен. ОПТИКА ССЕК Вас ослепляют блики и свет фар. Специальные очки для вождения обеспечивают комфорт и четкость изображения. Это ваше здоровье и безопасность. Сохраните здоровье глаз. Ваша ОПТИКА ССЕК Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин